В зале туристического комплекса в Суздале представители спортивных федераций, тренеры, спортсмены и эксперты в области антидопингового законодательства. Всероссийский форум чистого спорта – это масштабная площадка для обмена опытом и поиску решений главных проблем в спортивной сфере. Министр спорта Олег Матыцын уверен – живое общение – хорошая возможность найти болевые точки и определить направление развития. Мы видим растущий интерес к тематике форума и для Министерства спорта важно, что здесь представлены фактически все организации, которые являются партнерами в создании, развитии системы борьбы с допингом в спорте. Самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, это самое главное – это формирование культуры нетерпимости применения к допингу. Пользуясь случаем, хочу сказать, что роль регионов, субъектов Российской Федерации у этого очень-очень важна. Владимирская область уже включилась в эту работу. В регионе больше 200 спортсменов входят в состав национальных сборных по разным видам спорта. Первый заместитель губернатора Александр Ремига отметил – проведение подобных форумов на Владимирской земле – это дополнительный импульс для развития спорта. Губернатор области Александр Александрович Авдеев одним из приоритетов в регионе обозначил как раз развитие спорта. И, конечно же, безусловно, вопросы, связанные с допинговыми проблемами, и все, что касается спорта в целом, это крайне важно для развития региона и здорового образа жизни. Для нас это ключевой приоритет, чтобы наши дети росли уже в правильной среде, с правильными принципами, основанными как раз на здоровом образе жизни и подпитанным спортом. Тренинги для спортсменов и курсы для руководителей региональных федераций. Эксперты уверены – новые обучающие программы должны стать одним из главных направлений борьбы с допингом. Один из примеров – совместный проект Агентства РУСАДА и Национального олимпийского комитета по обучению антидопинговых координаторов, которые потом работают в регионах. Откликом сегодняшнего дня, безусловно, это одна из наших самых удачных совместных программ с РУСАДА. И, безусловно, она показывает очень серьезную востребованность продолжения этой программы в будущем. Также хотел отметить, что наша целевая аудитория – это не только спортсмены сборных команд, это наши юные спортсмены, юные олимпийцы. В антидопинговом агентстве намерено продолжать сотрудничество с региональными спортивными федерациями и делиться лучшими практиками по продвижению честного и чистого спорта. Мы не только фиксируем количество нарушений, но и тщательно следим за тем, почему эти нарушения происходят. И по нашему анализу мы совершенно четко видим, что действительно меньше становится нарушений, которые происходят по незнанию, по каким-то таким глупым ошибкам, как раньше, допустим, было. Это работа федерации. Она огромная, она очень важная. Итогом форума станут практические рекомендации и предложения. Их направят в профильный комитет Государственной Думы и Министерство спорта. Оксана Любимова и Артём Михайлюта.